С помощью опыта выясним наличие в клубниках картофеля ферментов, расщепляющих перекись водорода. В одну плошку поместим ломтики сурового картофеля, в другую вареного. В каждую плошку прильем пару капель трехпроцентного раствора перекиси водорода. В пробирках с сырым картофелем будет наблюдаться бурное образование пузырьков, скипания. В пробирках с вареным картофелем и пероксид водорода не расщепляется, пузырьки не выделяются. Образование пузырьков в пробирках с сырым картофелем объясняется присутствием в клетках фермента пероксидазы, которые расщепляют перекись водорода до воды и кислорода. Молекулярный кислород выделяется в виде пузырьков. В плошке с вареным картофелем пероксид водорода не расщепляется, так как при варке ферменты, вещества белковой природы, детонурируют, происходит нарушение третичной структуры фермента и утрата его каталитической активности. В живых клетках содержатся ферменты, вещества белковой природы, ускоряющие ход биохимических реакций за счет снижения энергии и активации. В этом опыте можно определить наличие в своих продуктах фермента каталазы. При термической денатурации происходит необратимая детонурация фермента, разрушение его третичной структуры и утрата каталитической активности. Утрата каталитической активности каталазы, пероксидазы после кипячения продуктов подтверждает белковую природу ферментов.